МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не только с расследованием американского журналиста Сеймера Херша, связано оно и с общей нашей позицией, потому что дальнейшее умолчание этой темы или, наверное, то, как относятся к присутствию даже в группе расследования, присутствию России, те, кто как раз совершил эту страшную диверсию, я имею в виду военные американские, норвежские военные, и тот факт, что Россия не приглашена к расследованию этого теракта, говорит о том, что кто-то хочет все перевернуть с ног на голову и всю ответственность завалить, конечно, в этой ситуации на России. Не получится в очередной раз, поэтому сегодняшнее обращение Государственной Думы связано с тем, что мы требуем международного расследования. В любом случае мы уверены, что будем услышаны, и в данной ситуации все политические фракции, конечно, поддержат это обращение. Еще один вопрос в повестке дня, и, кстати, наш коллега Олег Антольевич подробно на нем останавливался, речь идет о том, что мы сегодня ставим точку окончательную в наших взаимоотношениях с Советом Европы, но вызывают вопросы следующие. Мы до сих пор не поставили точку в вопросах наших взаимоотношений с ВТО, а это вопрос не только экономический, не только политический, это вопросы нашей национальной безопасности сегодня, если хотите. Мы до сих пор не поставили вопрос, точку, вернее, в наших взаимоотношениях с ВОЗ. Мы до сих пор не получили ответа от правительства по тому вопросу проблемному, которому я, в частности, как председатель комитета, и со мной согласились представители других фракций, по которому мы обратились еще в августе прошлого года к правительству о том, чтобы прекратить усыновление наших российских детей гражданами недружественных государств. До сегодняшнего дня правительство воздерживается от того, чтобы направить нам официальный ответ, и если будет идти и дальше такого рода отношение к нашим детям, то, наверное, не стоит удивляться тому, что в нашей внутренней повестке дня появилась такая тема, как родовой туризм. Да, сегодня этот вопрос официально не обсуждается на заседании Государственной Думы, но мы понимаем, что это постыдное явление сегодня ложится пятном на нашу российскую власть. Это вопросы не медицины. Пишут сегодня, что вот вы бы навели порядок у себя в медицине. Нет, это вопросы политические, но это вопросы к нашей власти, которая не смогла наладить диалог с людьми. Это, в конце концов, вопросы того самого патриотического воспитания. Когда 30 лет нам говорили, как там хорошо, и вдруг за несколько, так сказать, месяцев после начала СВО стали говорить, как там плохо, потому что жесткая антироссийская риторика и беспрецедентные санкции просто вынуждают власть сделать это. Но если это говорят одни и те же пропагандисты, то доверия к ним мало. К сожалению, мало что изменилось в информационной повестке наших средств массовой информации, государственных, а государственной информационной политики как не было, так нет. Вы видите нас только здесь, на пресс-подходе, но вы не видите нас ни на центральных телеканалах, Первый, Второй, НТВ, те самые телеканалы, которые финансируются из федерального бюджета. Поэтому наши избиратели вправе знать нашу позицию, позицию нашей фракции, политической партии, которой мы занимаем в Государственной Думе. К сожалению, такой возможности они не имеют. Сегодня в повестке дня из 38 вопросов только 10% занимают вопросы социальные. Поэтому давайте спросим 25 тысяч женщин, которые полетели в Аргентину для того, чтобы рожать там детей. Они зачем туда полетели? Только для того, чтобы двойное гражданство дети получили? Нет, они думают о том, чтобы их дети жили потом, полагают, что они будут жить комфортно. Они, конечно, ошибаются, но переубедить их должны мы вместе с вами. Когда вопросы социальные не в хвосте повестки дня, из этих 10% только 5% будет принято сегодня, 3 законопроекта, а все остальные по недоброй думской традиции кочуют из повестки дня в повестку дня. Например, законопроект Коломейцева, который сегодня предлагает учитывать в общий страховой стаж службу в армии по призыву. Разве это плохой закон? В этом же законе говорится о необходимости учета в общий страховой стаж времени ухода за детьми одного из родителей. Разве этот закон не остановил бы сегодня тех молодых женщин, которые думают, что их детям будет там тепло и светло? Поэтому, конечно, нам очень хочется, чтобы пожелание лидера фракции «Справедливая Россия» объявить там следующий год, годом многодетной семьи, оно сбылось. Но можно объявить, ну я не знаю, все последующие годы, десятилетия годом поддержки семьи, но в отсутствие федерального закона и даже статуса многодетной семьи, как можно заявлять о годе семьи, если мы не понимаем, что такое многодетная семья? Если Министерство обороны до сих пор не понимает, что многодетная семья – это трое, а не четверо детей, и мать не должна умереть, чтобы предоставить справку о том, чтобы отец получает отсрочку от мобилизации. Поэтому наша позиция была, если остается твердой. Дальнейшее вот такое отношение к вопросам социальной повестки, как к вопросам старостепенным, оно приведет к тому, что не 25 тысяч наших российских гражданок, и даже председатель Думы на своем телеграм-канале сейчас опрос организовал. Положительно мы к этому относимся или отрицательно? 86% отрицательно к этому относятся, но тем не менее, понимаете, опросом с телеграм-каналей тоже эту проблему не решить. Поэтому нам очень хочется, чтобы социальные вопросы получили приоритет в повестке дня хотя бы среди нашего депутатского корпуса. Повторюсь, сегодня в Государственной Думе рассматривается законопроект, который прекращает действия международных договоров с Советом Европы, в том числе Конвенция по правам человека. В разделе 2 данной Конвенции прописан порядок действий Европейского суда по правам человека. В Конвенции четко прописан порядок выхода одной из сторон действия данного договора. Получается, что одна из сторон может выйти из данной Конвенции только через 6 месяцев, после написав заявление о желании о выходе из данной Конвенции. В мае 2022 года Российская Федерация приняла решение, что она не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека. Встает вопрос, как же так, если Конвенция на сегодняшний день продолжает действовать, и еще ни одна из сторон не написали заявление о выходе из данной Конвенции, почему тогда на сегодняшний день принято решение о том, что решения Европейского суда по правам человека перестают действовать? Они перестали действовать еще в прошлом году. Получается так, что тысячи граждан Российской Федерации, кто подали заявление в Европейский суд по правам человека, лишены такой возможности рассмотрения их дел в данном суде. Хотя наш президент Владимир Владимирович подчеркивал все-таки, что не должны ухудшаться права граждан по судопроизводству и по доступу к правосудию, в том числе, на мой взгляд, и в Европейском суде. И получается, что в данный момент такое происходит, нарушение данного положения. Хотел бы обратить внимание на шестой вопрос повестки дня сегодняшней. Будет рассматриваться изменение в налоговом законодательстве нашей страны. Несмотря на то, что этот законопроект обусловлен благими причинами необходимости пополнить федеральный бюджет и стабилизировать цены на российскую нефть, потенциально, по оценке экспертов, он может привести к выпадающим доходам целого ряда регионов нашей страны. Мы обращаем внимание уже неоднократно на порядок рассмотрения законопроектов. Я напоминаю, он был внесен вчера с голоса. Один час всего был на внесение поправок. Сегодня он уже будет рассматриваться во втором и, возможно, в третьем чтении. Мы считаем, что такие законопроекты, которые затрагивают интересы регионов нашей страны, должны, конечно, обсуждаться более подробно. И самое главное, должен быть проработан механизм компенсации вот этих выпадающих доходов. Только так мы сможем обеспечить нормальное развитие нашей страны, с учетом того, что и так 2023 год для региональных бюджетов он непростой. И это также связано с предыдущими изменениями налогового законодательства в том числе. В этом смысле ожидаем, что все-таки выпадающие доходы у тех регионов, которые этот законопроект затрагивает, будут компенсированы в полном объеме. Спасибо. В стенах Государственной Думы начала работу рабочая группа по патриотическому воспитанию. Фракция КПРФ уделяет этому огромное внимание и значение. С приходом в состав Российской Федерации новых территорий анализ учебной программы показал, насколько может быть опасна ультрарадикальная правая идеология на Украине, и что сейчас происходит там с молодежным поколением. Ну и в нашей стране мы видим серьезные сдвиги, и в принципе ситуация достаточно нас, конечно, настораживает. Мы приветствуем то, что, допустим, в школьную литературу, в учебную литературу вернули бессмертные произведения Фадеева «Молодая гвардия», но мы не понимаем, какая будет каша у наших учеников, когда там до сих пор остаются откровенные антисоветчины в лице Солженицына и его произведения. Эффективности, конечно, она будет тогда недостаточно. Мы еще раз призываем, что такие бессмертные произведения, как «Молодая гвардия», как «Закалял и сталь», обязаны и должны быть твардовские, но, конечно, без ярой такой антисоветчины, потому что сейчас антисоветчины – это фактически равноценно русофобия. Существует до сих пор Ельцин-центр. Это просто откровенное наплевательство на всю нашу историю. И, конечно, мы еще раз возвращаемся к нашему законопроекту «Образование для всех». Он помогает решить вопрос как в социальной сфере, как в гуманитарной, как в исторической, так и в образовательной. Спасибо большое за внимание.